Сегодня генеральному секретарю Коммунистической партии Чили Луису Карвалану исполняется 60 лет. За выдающиеся заслуги перед международным коммунистическим движением, активное участие в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс, против империализма и фашизма, большой вклад в укрепление дружбы между советским и чилийским народами и в связи с 60-летием со дня рождения указом Президиума Верховного Совета СССР товарищ Луис Карвалан награжден орденом Ленина. От имени Коммунистической партии Советского Союза, от имени всех советских людей и от себя лично сердечное поздравление товарищу Луису Карвалану направил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брешнев. Товарищу Карвалану посвящена передача, которую мы предлагаем вашему вниманию. Его знают во всем мире. Миллионы людей гордятся и восхищаются им, его мужеством, его стойкостью, его верой в светлое завтра своего народа, своей Родины. Генеральный секретарь Коммунистической партии Чили Луис Карвалан. Генеральный секретарь Коммунистической партии Чили, далекая страна. Это о ней есть у Пабло Неруды рвущиеся из сердца строки. Родина моя, планета вложила в твои жилистые руки гордую твердость свою. Андийская кордильера, снежное железо, светлое одиночество, камень из тужа, а рядом с тобой беспредельный цветок океана. Да, далеко от нас Чили, но боль этой многострадальной земли стала сегодня и нашей болью. Мы знаем, есть Чили пахарей шахтеров, Чили тружеников и патриотов. Им принадлежат наши сердца. Но мы знаем, есть сегодня у Чили и другое лицо, страшное лицо. Имя ему – режим Пиночета. Мы знаем, кому принадлежит будущее. Оно за теми, кто так любит и верит в свой народ, как этот несгибаемый человек – Луис Карвалан. Его детство тоже было похоже на это. И в их дом, где росло пятеро детей, часто заглядывала нужда. Мать была неграмотной крестьянкой, отец – бедным сельским учителем. Луис рано начал задумываться над несправедливостями окружающей жизни. Все чаще и чаще его можно было встретить на рабочих митингах, в колоннах демонстрантов, в рядах бастующих. В 16 лет Луис Карвалан вступил в ряды Коммунистической партии Чили и с головой ушел в революционную работу. Уже более 40 лет знаю я Луиса Карвалана. Мы с ним ровесники и родились в один год. И в партию в один год вступили. Было это в 1932 году. Помню, как еще в юношеские годы он работал в подпольной партийной печати в газете «Народный фронт». Потом много лет он отдал работе в центральном органе нашей партии, газете «Эль Сигло». Был ее главным редактором. Я близко знал его все эти десятилетия и в личной, и в общественной жизни. И это дает мне право сказать о его пути коммуниста, деятеля нашей партии. Карвалан неразрывно связан с борьбой и политическим ростом нашего народа. Так было всегда. Так это и сегодня. Реакционные режимы не раз бросали Карвалана в тюрьмы. Подвергали пыткам. Ссылали. Помню, как в 1956 году нас с ним арестовали и отправили в концлагерь Писагуа. И вот даже там он сумел проявить себя как неутомимый организатор, как человек удивительного сплава революционных качеств. Он тотчас организовал в лагере выпуски ежедневной подпольной газеты, быстро сплотил вокруг себя политических заключенных. Карвалан прирожденный вожак народных масс, и таким я знал его всегда. В 1958 году мы избрали его генеральным секретарем нашей партии. Это было продуманное и единодушное решение, потому что на протяжении многих лет он доказал партии, что является ее самым верным и достойным представителем. Именно ему выпала задача возглавить борьбу партии по объединению нашего народа. Карвалан всегда был горячим сторонником сплочения коммунистов и социалистов и поддерживал в этом отношении Сальвадор Альенде. Он один из инициаторов и самых активных проводников политики, приведшие к созданию в Чили фронта народного единства. Нелегко пришла эта победа. Понадобились годы, чтобы сплотились левой силой страны. В 1970 году страна шла навстречу новым президентским выборам. Только объединившись, левые силы могли победить на этих выборах. И такой союз был создан. В воле коммунистов и социалистов, других левых партий был образован блок народного единства. Сентябрьские выборы принесли ему победу. Новым президентом страны стал кандидат блока народного единства социалист Сальвадор Альенде. В его правительство вошли видные прогрессивные деятели Чили. Перед страной открывались новые горизонты, революционного обновления, глубоких социальных перемен. Луис Карвалан не занимал никакого официального поста в правительстве Альенде, но авторитет его в стране был огромен. Здесь, в Центральном комитете партии, рабочий день Карвалана начинался в ту пору в 5 часов утра и кончался нередко за полночь. Люди приезжали сюда для решения самых насущных дел. Одни с рудников и фабрик посоветоваться, как лучше организовать рабочих на предприятиях, другие обсудить ход аграрной реформы в деревне. Карвалан много ездит по стране, встречается с крестьянами, выступает на рабочих митингах. С трибуны Конгресса сенатор Карвалан отстаивает законы, облегчающие жизнь трудящихся, гневно клеймит происки реакции. От коммунистов требовалась постоянная мобилизация всех сил, умение быстро принимать решения, и примером в этом был Луис Карвалан, предельно собранный, четкий в оценках, подлинный руководитель МАСС. Этот огромный митинг коммунисты Сантьяго устроили после того, как прогрессивные силы страны нанесли поражение реакции на парламентских выборах в марте 1973 года. Правы надеялись, используя экономические трудности, свалить правительство Альенде. Не вышло. Выборы показали растущую популярность народного единства. Друзья, этот митинг, мне кажется, удивительный, гигантский. Нельзя сказать точно, сколько человек пришло сюда, потому что трудно даже определить, где кончается эта манифестация. Можно увидеть, где она начинается, но нельзя увидеть ее конец. Столько пришло сюда народу. Это означает, что мы приобретаем и будем приобретать все больше друзей и сторонников. Улучшить жизнь простых людей. Вот чего прежде всего хотели коммунисты. Хотело правительство народного единства. Выступая перед трудящимися, Луис Скорвалан часто приводил в пример советскую страну. Он призывал учиться у советских людей. Давняя большая дружба у Луиса Скорвалана с нашей страной. Сколько было вот таких братских, сердечных встреч на советской земле. И каждый раз он непременно шел сюда, на Красную площадь. Мы помним Карвалана и молодым. С этой трибуны в Кремле он передавал слова привета от чилийских коммунистов. Помним, как горячо принимали его делегаты 24-го съезда нашей партии. Вы сейчас видели фрагменты, куски из фильма «Сердце Карвалана». Видели моменты, как встречала горячо и тепло его Москва в дни 24-го съезда. Я смотрел на него и видел в нем не только вождя трудящихся Чили, и не только руководителя чилийских коммунистов. Я видел в нем героя Латинской Америки, ибо вся жизнь Луиса Карвалана, вся его борьба, все тюрьмы, пытки, ссылки, концлагеря, через которые он прошел, эта борьба была не только за свободу Чили, но и за свободу всех народов Латинской Америки. Я потом часто с ним встречался. Я всегда смотрел на него с изумлением, поражаясь его невероятной энергией и вместе с тем всегда заражаясь невероятной теплотой. Как его любили рабочие, рабочие Вальпараису, Сантьяго. Они смотрели в его лучистые глаза, говорили ему наш, Лучо, в этом была всенародная любовь. Коммунисту, сенатору Луису Карвалану, нашему другу, товарищу 60 лет. И вот, глядя на эти кадры, как он спускается с трапа самолета, перекинув через плечо свой пончо и ступает на нашу советскую землю, веришь, что наступит день, не может не наступить день, когда Лучо будет с нами. Вот эта борьба миллионов людей во всем мире вырвет его из этих застенков, он будет с нами, и мы крепко пожмем его руку, обнимем нашего дорогого, любимого Лучо, Луиса Карвалана. День этот, самая черная страница в истории Чили. День фашистского путча 11 сентября. День злодейского убийства президента страны Сальвадора Альенде. Ночь фашизма опустилась на Чили. Они хватали всех, в ком чудился им страшный призрак народного единства. Они убивали прямо на улицах, убивали тысячами. Их страшили даже книги. И как во времена Гитлера горели на улицах Сантьяго эти костры мно-вракобесия. Иудины награды сулили они за поимку руководителей народного единства за Луиса Карвалана вожака коммунистов. Хунта знала, что уйдя в подполье он возглавит сопротивление его искали повсюду. Искали днем и ночью. 28 сентября им удалось схватить его на конспиративной квартире партии. Его обвинили в том, что он якобы готовил план убийства верхушки армии. С ним хотели расправиться сразу. Но мир не поверил фальшивке. Итальянскому журналисту удалось в тюрьме под дулами автоматов взять короткое интервью у Луиса Карвалана. Действительно ли существовал план левых сил направленный против армии? Это сумасбродство. Одна из провокаций, к которым уже прибегали в истории социальной борьбы. В правительстве Альянда и кругах народного единства никогда не было и не могло быть подобного преступного и безумного плана просто из-за его абсурдности. Мы категорически против террора. Тем более нелеп этот подрывной план, в котором нас обвиняют. я спокоен. Я очень люблю свободу, но не боюсь тюрьмы. Я очень люблю жизнь, но не боюсь смерти, если мне придется умереть за справедливое дело. Зловещий план палачей был сорван. И тогда фашисты пошли на новое преступление. Остров Досон, один из самых страшных лагерей, созданных хунтой. Остров смерти в бурном Магеллановом проливе у ледяного порога Антарктиды. Сюда хунта бросала самых опасных, кого ненавидела и боялась больше всего. хунтой. И вот сюда был брошен Луис Карвалан. Эти рисунки сделаны там, в Досоне, сделаны его узником, коммунистом, Мигелем Лаунером. Даже жалкая миска похлебки под дулом автомата. Палачи делали все, чтобы сломить Луиса Карвалана. А он оставался таким, каким знали его всегда, каким так любят его люди. и в письмах с Досона домой к семье он заботливый отец, любящий муж. Супруга Лили, она прошла с ним все трудные десятилетия жизни. Дочь старого революционера, сама коммунистка. Три дочери Лин, Вивиан, Мария Виктория. Луис Альберто единственный сын. Как истязали его в застенках Пиночета. Топтали ногами, подвешивали вниз головой, били прикладами и спрашивали снова и снова любишь своего отца. И он снова и снова говорил люблю. Луис Альберто умер в прошлом году от разрыва сердца. 28 лет. Вивиан и Мария Виктория живут сегодня в Москве. Мария Виктория ходит в московскую школу, 8 класс. Вивиан учится в университете, изучает, как мечтал, историю балета. В последний раз мы видели отца, говорит Марио, в концлагере Трес Аламос. Отец сказал нам тогда, вы должны помнить свой долг молодых коммунистов, должны продолжать учиться, хотя с вами рядом и не будет ваших родителей. Я сказала тогда папе, что очень хочу поскорее увидеться с ним, что очень надеясь на это. Папа сказал, что он твердо уверен в этом. я так хотела бы рассказать сегодня моему дорогому отцу, моему другу, моему другу, что это такое увидеть и здесь, в Советском Союзе и в других странах, почувствовать тепло рук стольких людей, и молодых, и старых, и детей, всех, всех, кто сегодня требует твоей свободы. я рассказала бы моему отцу, как огромное это движение солидарности во всем мире. И еще я рассказала бы тебе, папа, как мы живем в Советском Союзе. Здесь у нас дома так же много цветов, как и в нашем скромном домике в Сантьяго. Ты помнишь, сколько у нас всегда было цветов? И мы хотим, чтобы и здесь тоже так было. Мы чувствуем, папа, огромную любовь и заботу советских людей. И совсем не чувствуем себя одинокими. После смерти Альберта мы так глубоко почувствовали, сколько вокруг нас советских братьев. Потеряв в борьбе нашего родного брата, мы словно обрели в их лице многих Альберта, многих братьев. Я так хочу сказать сегодня тебе, папа, о нашей уверенности в победе над фашизмом и сказать тебе, что мы с Марией Викторием, как молодые коммунисты, как чилийцы, как твои дочери, будем продолжать борьбу, будем делать все, что в наших силах, чтобы стали свободны все наши товарищи, чтобы добиться твоего освобождения. И я скажу тебе, дорогой папа, что мы обязательно победим. А я хочу еще сказать тебе, папа, огромное спасибо за все, чему ты нас учил, за твой пример. Мне хочется сказать тебе сегодня так много, что у меня просто нет слов. Награда эта еще не вручена ее владельцу. Ленинская премия мира. 25 апреля 1975 года ею удостоен Луис Карвалан, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили, удостоен как борец, как патриот, как человек, ставший примером для миллионов. Нет расстояний для чувств людских, для братства, для солидарности. Вся планета сегодня требует свободу узникам Кунты, свободу Луису Карвалану. Молодые чилийцы, это вашему светлому завтра посвятил свою жизнь Луис Карвалан. Вам продолжать эстафету отцов, эстафету борьбы. Далеко сегодня родина от этих юношей девушек. Партия направила их на учебу. Сегодня они студенты. Придет день, и они тоже встанут в ряды борцов, примут эстафету. Мы, молодые чилийцы, тоже хотим сказать сегодня о нашем дорогом товарищи Луисе Карвалану. 44 года отданные борьбе нашего народа. 44 года во имя свободы и счастья народа Чили. На этом долгом и славном пути он всегда был светлым маяком для нас, всегда был вместе с нами. Сколько было встреч, где тысячи молодых чилийцев видели, слышали, общались с ним. Он представал перед нами примером простоты человечности, примером неутомимой энергии воли. Это была настоящая школа революционного воспитания, школа Луиса Карвалана. И в ней молодые чилийцы вырастали в закаленных борцов за свободу своего народа. Мы, чилийские молодежи, сегодня ощущаем могучую силу примера Карвалана, силу его неукротимого духа, несмотря на все усилия фашистской хунта, оторвать, изолировать его от народа за стенами тюремных застенков. Мы знаем, что революционную волю Карвалана не сломят никакие лишения. Всему миру доказал он, что такое мужество и стойкость коммуниста-борца. И этот пример является для нас, молодых, могучим источником силы, вселяет в нас двойную энергию в борьбе против чилийского фашизма. Мы знаем твердо, что чилийский народ победит в этой борьбе, несмотря ни на какие преграды. И сегодня мы говорим «Да здравствует свободное Чили! Мы победим! Венсеремос!» Венсеремос! 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 Зреют гроздья гнева народного. Мы помним этот день в залитом кровью Сантьяго. В последний путь провожают великого поэта, борца коммуниста Пабло Неруду. Под дулами автоматов подскрежет танков. И как клятва, как вестник грядущей победы звучит на Чили гимн непобежденных интернационал. педальзел cognитивный поэта, Жел��им пос Hor να 省 т Essential педальзел Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»